Сестры, я читаю Слово Божие перед молитвой. Это Евангелие от Матвея, 7 глава, 24-28 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разрылись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И всякий, кто слушает слова Моисеи и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, и разрылись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Дорогие братья и сестры, это пример Священного Писания учит нас, чтобы мы наши основания, то есть нашу жизнь, строили на камне. Камень есть Иисус Христос. Если мы смотрим на здания, 30 этажей, 50, 70, есть в западном мире, и по 100 этажей, 120 этажей, и если мы смотрим, поднимаемся на самый высший этаж, там обычно есть внутривые площадки, и мы задаем вопрос искусствоводу, гиду, почему это здание стоит, как оно стоит, имея такую высоту, 100 и больше этажей. И естественно говоря, все заключается в фундаменте. И мы из этого притча, из этого рассказа видим, что человек, который слушает Слово Божие, исполняет его, это человек благоразумный, который построил дом свой на камне, то есть на Иисусе Христе, люди, которые слушают Слово Божие, не исполняют его, это люди не умные, не мудрые, они называются неблагоразумные, когда приходят испытания, ветры, воды, и этот дом падает, разрушается, и падение случается очень-очень великое, большое, и мы можем прочитать Слово Божие, которое записано в послании Коринфлянам. Это первое послание, третья глава, десятый стих. Я подан мной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется и огонь, испытывая дело каждого, какого оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Мы строители нашего храма, и Слово Божие говорит, чтобы мы были мудрые строители. Если мы будем слушать Слово Божие и исполнять, Слово Божие говорит, чтобы мы, что мы называемся благоразумными строителем. Когда приходят испытания, наше строение устоит. Почему? Потому что мы ставим в свое основание фундамент на Иисусе в кресте. Если мы слушаем Слово Божие, не исполняем, мы оказываемся неразумными строителями, которые построили свое строение на песке. Прошли испытания, пошел дождь, подул ветер, и наше основание рухнуло. То есть оно было основано не на Слове Божьем, не на Иисусе в кресте. Пусть Бог благословит, чтобы мы были мудрыми строителями, строили золото, серебра и драгоценных камней. Аминь. Аминь.